здравствуйте наши уважаемые зрители всем добрый добрый день рады всех видеть вечерним сегодня днем да уже ближе к вечеру у нас включение на сегодня не просто так у нас сегодня в ставангере проходит достаточно такое значимое мероприятие поскольку в следующем году ставангеру исполняется ровно 900 лет уже за год до этого коммуна начала подготовительные празднества и сегодня такой интересный у нас будет праздник световым шоу фестиваль света фестиваль света абсолютно правильно мы пришли сейчас в эпицентр событий все начнется у нас примерно в 16 30 сейчас где-то 16 20 ну два слова раскрыли про фестиваль почему здесь почему так ну еще сто лет назад здесь была возведена вот эта беседка если можешь показывай музыкальная беседка в центре парка поэтому это место считается именно таким местом открытия фестивалей праздников вот уже начинает какая-то видишь цветомузыка и вот постепенно включаться да сегодня в этом беседке будет выступать ансамбль детский хор будет музыка да я понимаю будет много света ну и наверное следующему году именно к году юбилейному 900 лет со дня основания ставангера наверное будет очень много световых иллюминаций каких-то композиций световых но они вот будут постепенно в течение года добавлять добавлять сейчас будут сейчас да сейчас будет ну мы видели по крайней мере заготовку примерно трех или четырех таких как бы световых композиций все мы обязательно вам покажем ну и все что будем видеть сами обязательно расскажем и вам что сегодня тут еще будет будет фургоны с хорошей едой будет школьный оркестр бесплатный какао будет школьный оркестр таста он будет я понимаю открывать вечер потом будет включение света мэр сисиль кнут цен эндалл начинает свой обратный отсчет вот сегодняшнего дня 18 января и уже до 2025 года именно я так понимаю через год уже к празднику будет остановка и остановка этого отчета начатого сегодня но если обратный отсчет то есть вот сегодня будут какие-то еще экскурсии посвященные мы вам показывали здесь центральный собор стоит сзади нас сейчас тоже покажем сейчас покажем сейчас на реставрации перебью здесь а вот это пока не горячая новая инсталляция когда нас ждется мы тоже обязательно покажем поворачиваемся к собору сейчас он на реставрации и именно планирует открытие этого собора святой троицы по моему собор к 20 к августу месяцу по моему 24 планирует открытие этого собора сейчас конечно и на территории этого собора собора проводятся раскопки для чего это нужно ну для того чтобы понимать археология археология и как какие какой образ жизни был у людей сто двести триста четыреста лет тому назад потому что находят очень древние старые захоронения именно под самим собором вот так ну что случимся когда начнется что-нибудь интересное немножко такой общей картины сегодняшней сколько снега в ставангере в этом году даже наш учитель норвежского языка она сказала что в этом году вообще нетипичная картина для ставангера относительно снега очень много снега и она говорит я удивлена не знаем вот так вот мы встаем такую картину ставангере там где обычно снега очень мало поэтому да действительно даже транспорт ходит немножечко с четко по расписанию он ходит всегда сейчас немножко с опозданием и предупреждали даже сегодня тем кому нужно успевать в школы успевать на работу у них хорошо работ работает транспортное сообщение при этом было разуслано всем сообщение на мобильные что могут быть задержки поэтому выходить чуть раньше для того чтобы попадать во время в те места где кто едет очень удобно конечно когда тебя еще и об этом предупреждают да озеро городское под замерзло вот осталась такая маленькая проталина все птицы с этого озера а их очень много очень много лебедей очень много уток очень много всяких водоплавающих вот они все сосредоточились в этом маленьком маленьком таком участке озера и ну пока не дерутся все дружно плавают здесь судя по всему их подкармливают лебедей очень много уток вообще неимоверное количество так что они как бы перезимуют сегодня еще предупреждали о том что возможен очень сильный снегопад и мы как видим действительно в течение всего дня снег идет да он немножечко может становиться менее интенсивно а так вообще падает 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 снег много снега ну а мы видим да что люди уже как бы собираются людей уже достаточно много здесь сейчас попытаемся что найти интересное будем так включаться в процесс такими стоп-кадрами а обратите внимание вот напротив нас стоит ада небольшая такая группа норвежцев ну человек стоит в шортах нормально кстати почему-то пахнет рыбой жареной типа типа трески обычно на этих мероприятиях очень часто видим жарят чуросы сейчас подойдем посмотрим что жарят чуросы очень часто и норвежских десертов не видим может будет влек напиток зимний тут какая-то это быстрая еда типа сосиски да бутер чикен здесь готовят тако здесь как раз жарят рыбку да 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 жарят рыбку и запахи зайдет девочки форме какого-то хоккейного клуба местного очереди за бесплатным как салую а да 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 также окончу паровозе киса кокау а вот это пошла 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 вот туда удаляется Очередь за какао. Главное, что все стоят счастливые, смеются. Всем, конечно, такое очень нравится. Там, где можно присоединиться к такому общему празднику. Ну, а вот этот дружный коллектив из десятка гусей вышли прямо на дорожку пешеходную, где ходят люди. Ну, и уселись, улеглись, и как-то общаются, что-то между собой делают. Вот эти вот такие серо-коричневые гуси – это молодняк, а белые – это уже более взрослые особи. Ну, как оказалось, ну, куда ты ползешь? Я не буду тебя кормить. Он подползает ко мне поближе. Ну, как оказалось, лебедей в Норвегии, в Сталангеле, какое-то неимоверное количество. Ну, мы сейчас пойдем посмотрим, что происходит дальше. К нам навстречу движутся какие-то мифические чудовища. На кого они похожи, мне трудно сказать. Ну, что-то такое интересное. Здесь, я понимаю, находится Оргкомитет. Этого всего мероприятия. Вот это, ага, вот это хоккейный клуб Оилл Элбс. Ну, и здесь была в свое время рождественская ярмарка. Ну, а сейчас, я понимаю, здесь весь маленький кусочек какой-то ярмарки остался или продолжается по поводу празднества, юбилея города. Ну, да, и здесь, судя по всему, кабинка Оргкомитета. Ну, справедливости надо сказать, что система организации праздников в Норвегии, наверное, как и сама Норвегия, слегка такая, можно сказать, что устаревшая, ну, наверное, какая-то консервативная, скажем так. Потому что, ну, я понимаю, что если бы у нас устраивали какой-то праздник сейчас бы дома, уже бы гремела бы музыка, уже бы, я понимаю, здесь стояло бы не три киоска с едой, а, наверное, тридцать-три. Ну, тем не менее, вот как они могут это делать, как они могут организовывать свои праздники, так они, в принципе, их организовывают. И на том, как говорится, спасибо. Страна суровая, страна с суровым климатом. Спасибо там, ну, у нас еще как-то, слава Богу, а в большей части Норвегии сейчас по полтора метра снега выпало и холода сильная. Поэтому поблагодарим их и за такую организацию, как Богу, так и организовывают. Спасибо им большое. Добрались, добрались мы до этого прекрасного киоска. Какао, правда, нам не досталось. Будет, да, будет. Достанется. Спасибо, ребята. Еще один, дайте, пожалуйста. У вас кофе горячий? Не, 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 кофе нет. Клёв, клёв. Клёв, клёв, клёв. Клёв, клёв же с коньяком, да? Нет. Я шучу. Спасибо. Ну, клёв очень горячий. Все, идем, идем. Начинается какое-то действие. Начинает глядь за сигурки. Чистор. Да, началось какое-то действие, начали двигаться фигурки в разные стороны. Я почему-то был уверен, что они должны гореть, а они почему-то не горят. А вот подошел наш коллега, или мы его, скорее, коллеги, он настоящий работник телевидения. У него написано НРК, это норвежское телевидение центральное. Вот они снимают этот праздник и будут сегодня показывать телевизора новостях по телевизору. Так что мы с ним коллеги. Так много нудливых людей, ситтеса и другого. Мы здесь, потому что мы собираемся в том, что будет происходить в следующем году, 2025. 900-летний юбилей в Домшерко, в Ставага-Би. Сейчас будет выступать на сцене. Здесь есть музыканские изнащищены на сцене. Я кричу о том, что они светятся. И мы должны поговорить чуть-чуть от некоторых руководителей, которые разрабатывают больше, которые будут происходить в следующем году. И я взял немного в программе, и очень хорошая флага. Кяре, кяре, всеми. В 2025 году был в городе 900 лет. Мы очень много к празднике. И в 11.25-м году был в домкер. Это маркирует начальность рассказа о нашей стране о нашей стране, что стадо по нью капиталу. Через все эти годы Савангер построил себя в городе, где почти весь мир. Савангер сегодняшний метропол, с интернациональным жизнью, с хорошими местами, ну смысл всей речи сводится к тому, что в 25 году будет 90 лет Савангера, она всех с этим поздравляет, будет открыт собор, поэтому у нас сегодня праздник. Это турки. Фанфары в честь третьего фестиваля. Савангер Ну, мы с вами подходим, пожалуй, к самой такой интересной световой инсталляции этого праздника. Мне это напоминает, наверное, какой-то костер, но все это сделано, естественно, из светодиодных ленточек. Ну, вот это действительно симпатично. А еще немножко прифорошило снегом, поэтому такой немножко мистический имеет этот вид. По Ставангеру ездит уборочная техника, потому что реально снега что-то многовато по меркам Ставангера. Ну, вот такая красота у нас сегодня тоже тут есть. Ну, мысль очень хорошая в этой инсталляции, мне нравится. Если кто-то видел что-то подобное, напишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Мы ищем для вас что-нибудь интересное, что-нибудь познавательное. Идем обязательно делиться с вами. Мы подошли к кафедральному собору Ставангера. Он сейчас находится на реконструкции. И к моменту празднования 900-летия мы должны уже полностью отреставрировать и открыть. Но сейчас где-то здесь, на территории соборного комплекса, происходит, должна происходить экскурсия по уже как бы отреставрированной части или как-то что-то в этом роде. Нет, по-моему, то, что касается раскопок, они покажут. Да, раскопки, да. Именно под полом в самом соборе были обнаружены гробницы. Может быть, рядом с собором. Здесь такая очень сказочная, красивая, очень красиво светится подсветка деревьев, подсвечено здание, очень красиво идет снежок небольшой. Главное, что я там видела, люди ходят такой маленькой группкой, сказок на головах, но где-то, значит, это все-таки... Может, устроители ходят. Может, да. Экскурсию мы пока не нашли. Но показываем общую панораму города. Она очень красивая ночью возле городского озера. Вернемся сейчас на территорию праздника. Посмотрим, может быть, что найдем интересное. Но здесь установили такие информационные стенды о том, что 1 августа 2024 года должна закончиться реконструкция кафедрального собора. И к 900-летию образования Ставангера он будет уже функционировать. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Праздник завершается. Было много музыки. Света мы не очень много увидели, но в принципе есть интересные моменты. Поэтому мы хотим вам сказать до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Интересных встреч на канале. До новых встреч.